В республике определили имена финалистов первого этапа ралли «Шелковый путь». Гонщики преодолели специальный участок. Его проложили на границе с Нижегородской областью и Чувашей. Экипажи соревновались за победу в экстремальных условиях. Подробности у Дмитрия Ковалева. Старт на Красной площади в Москве. Финиш в китайском городе Сиань. За две недели экипажам необходимо преодолеть 9,5 тысяч километров. Первый специальный участок проложили в Ядренском районе. Чтобы понаблюдать за битвой лучших гонщиков мира, зрители занимали задолго самые обзорные точки. А кто-то даже забирался на крыши машин. Проливные дожди не испугали никого. На прочность гонщиков испытывала и погода. Обильные осадки буквально смыли грунтовую трассу. Образовались заносы. Размытую от дождя трассу с трудом преодолевали даже грузовики. Сложные задачи приходилось решать экипажам внедорожников. Удержать авто на крутых поворотах было довольно непросто. Колеса машин скользили на мокрой траве. Это был по-настоящему экстремальный этап. Приходилось рисковать на каждом повороте. Некоторые машины были буквально облеплены грязью. Она закрывала обзор. На финише машины отмывают от толстого слоя грязи. Продолжить путь по федеральной трассе гоночные авто могут только с чистыми колесами. Поклонники ралли знают прекрасно, что именно такие пятиминутные паузы – отличный шанс взять автографы у звезд и сфотографировать гоночные авто. Раллийный караван делает ночную остановку в аэропорту Чебоксар. Гоночные машины необходимо подготовить к следующим этапам. На трассе не выдержали пружины колес на храм. Их надо укреплять. Автомобили разбирают до винтика. Каждая деталь проходит тщательный осмотр. Экипажи готовятся к суровой погоде. Посмотри сюда. Здесь может быть зазор. Знаешь, необходимо проверить и баллоны. В арсенале каждой команды есть передвижные пункты ремонта. Они оснащены всем, что может понадобиться в долгом пути. Гоночные авто требуют постоянного ухода. Задний диск тормоза оставим. Но это опять же, чтобы в грязи легче было ехать. Машина используется как бы не по асфальту, не по нормальной езде. Ара едет, сломя голову. Для экипажей ралли в лагере Бивуаке предусмотрели все. Здесь расположились медицинские пункты, заправочные комплексы, спальные корпуса и рестораны. Гонщиков угощали и национальными блюдами. Впервые шелковый путь находится в Чебоксарах. Проезжают Чебоксары, республику Чуваши. И организаторы очень все довольны. Участники. Местная кухня организована на Биваке. Участникам очень приятно попробовать местные блюда. Очень большая работа была проведена по подготовке. С сегодняшнего дня гонка здесь проходит один день, а работа подготовительная шла несколько месяцев. Для нас это историческое событие будет писано золотыми буквами в истории народа Чувашии и Чувашской республики. Это очень важно для нас. Лучшее время по итогам первого этапа показали экипажи из Праги и Парижа. Гонщики говорят, что для них это была своеобразная разминка. Представители команды Камасмастер надеются на победу. Шелковый путь штурмуют призеры ралли Париж-Дакар. В столице республики у участников ралли появился свой талисман. Им стал Белый Тигр. Ну а глава региона вручил организаторам часы с чувашской символикой. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.